Бюст одному из ближайших сподвижников Петра I, создателей русского-российского флота, первый кавалер ордена Андрея Первозванного Фёдор Алексеевич Головин, годы жизни 1850-1706. Стоит этот бюст на Большом проспекте Васильевского острова, а за его спиной Андреевский собор, тоже в честь Андрея Первозванного. Ну и Андрей Первозванный, он был распят на косом кресте, и поэтому вот и Андреевский стяг, это имеет вид белого полотнища с синим диагональным крестом. Фёдор Алексеевич Головин и Андреевский собор, Большой проспект Васильевского острова. Сейчас пройдём, выйдем сейчас на Большой проспект, и увидим, там ещё вот стоит обелиск. Андреевский собор, как мы уже сказали, он был построен в конце XVIII века, начато строительство в 1760 году, закончено через несколько лет. Но это один всё-таки из наиболее старых соборов Ленинграда, Санкт-Петербурга. Часовенка недавно восстановленная. А здесь вот обелиск, ещё один. Сейчас прочитаем Божие, с помощью всех, державнейший, великий государь, Пётр Алексеевич, царь и великий князь и прочие, объявляемых всередное известие, дабы сему, первому нашему, воздвигнуть более именитую память для потомков наших. Ага. То есть это об утверждении ордена Андрея Первозванного, указ. И это мой Павел Первый, всероссийский, тоже кавалерский орден, разделяется на следующие там категории, получается, или степени. А здесь президент Российской Федерации, тоже указ о том, что восстановлен орден Андрея Первозванного. Ну а здесь это авторы этого обелиска. То есть этот обелиск, это о том, в честь чего был создан и учрежден орден Андрея Первозванного, и как в разные времена он поддерживался государями. Ну вот, значит, и обелиск об истории создания ордена Андрея Первозванного. Андреевский собор. Вот там Андреевский рынок. Вот часовенка маленькая. А за ней там в глубине под сенью деревьев. Бюст первому кавалеру ордена Андрея Первозванного. Головину.